Мы тоже, когда поем, мы говорим, мы поднимаем тебе руки, Боже. И сестры все такие, вау, мы поднимаем руки эмоциональные, да? А там написано, братья. Там пишут, братья. Чистые руки. Вы помыли руки, когда зашли в зал? Травда, сей, изменить рецепт. Нет, нет. У нас вот есть еврейское служение, они объяснят, почему написано чистые руки, да? Не умею еврейское служение, те, что объяснят, за что, травда, сей, чисти рецепт. Да, это прообраз чего-то. Твоя прообраз, нанечко. Вот мы вчера попали на еврейское служение, здесь по субботам проходит. И вчера попали на еврейское служение. В песах, да, там как-то песах, да, да, песах, да. Да, да, да. И они говорят, они описывали четыре чаши вина, что это значит. Первая чаша, это то-то, вторая, то-то, третья, четвертая. А я говорю, вы что, по четыре чаши уже, что ли, вина выпили здесь? Я думаю, там, вече по четыре чаши листы и спили. Нет, это они просто теорию давали. Просто давыха теория. Да. Я к чему говорю, что когда мы поем, воздеваем руки, мы... Текст весь библейский, значит, поднимаем руки, да. Чистые руки, это значит с чистым сердцем. Значит, прямо до сиди геморицетии. С чистым сердцем, значит, чистым сердцем. Я шучу, но вообще хорошо понимать смысл того, что мы поем, то есть, ну, вникать. Да, исправляйтесь, да. Особенно братья, братья, поднимаем чистые руки. Пошли руки помыли. Подняли во время прославления чистые руки. Ну что, у нас Эдди готов, да, за свидетельство? Сейчас Эдди готов за свидетельство. Добро утро. То вече е добър ден. Да, уже добра ден. Искам да ви насърча, да ви кажа... Я хочу вас вдохновить. Колко добър бог имаме. Какой добрый бог у нас. Он заботится о мелких вещах, небольших вещах в нашей жизни, и не только о мелочах. Например, в нашем случае имахме две кули, останахме с една. Например, в нашей семьи у нас было две машины, а мы остались с одной, потому что вторая поломалась. Така, и другата и тя се поломала. И вторая поломалась тоже. И останахме без машины. И остались мы без машины, да, без кула. И взяли в аренду. Но ты не можешь да продължава така, пак знаете все, сколько струят коледия. Но это не может бесконечно продължаться, потому что знаете, сколько стоит аренда машина. И един ден се помолихме с Нина, и на стената стоеше на календаре, имаме библейский календар с стихове. И помолились с супругой Нина, и на стене был библейский календар у нас висел. И она говорит, видишь, что здесь пишет в календаре. Что-то видишь, да мой нос висел така. Потому что видит, я повесил нос. И там пиши Филипиане 4.6. И там написано Филипийцем 4.6. Не го знам наизусть, но прочитайте си го задумашно. Да, я ви тоже, он не помнит наизусть, но прочитайте. Смисълът е, че за всичко с молитва и молба да изказваме прощението си на Бог. За все с молением и просьбой мы обращаемся к Богу со всеми нуждами. И Он ответит на наши нужды. И наша нужда беше отговорена след няколко часа. И ответ на нашу нужду был через несколько часов буквально. После этой молитвы. Нашли машину, которую только что и пригнали из Германии. И не знам, защо не себе продала, но беше явно за нас тая кула. И говорит, не знаю, почему она не была продана. Явно она была для нас сохранена. И купили ее так дешево, что не могу поверить, что по такой цене взяли. Имахме определенная сумма, не можем дадим повече. Была у нас определенная сумма, небольшая. И той човек му каза, как им трябва да е на малищае цена. И он говорит про то все. Не му казах, что я армянец, но то си пролича. И должен уменьшить цену. Я ему, конечно, не сказала, что я армянин. Но, наверное, видно это. И този човек, не знам, как се согласи, намали цената. И он говорит, я даже не знаю, как этот человек согласился и снизил цену. И слава Богу, я Миколаевич. Слава Богу, у нас есть машина. Благодаря му, да. Другото, което искам да благодаря... И второе, за что хочу благодарить Бога... ...что я имею на дите, което стало на 15 години. У меня есть тут один ребеночек, которому исполнилось 15 лет. И ако може да я поздравим с хепи бърди. И можем ее... Вставай, вставай. Браво, Ани. И третото е... И третие. Всъщност забрех да кажа за затвора. Да, забыл сказать самое главное про тюрьму. Имах малки проблеми вътре с началници. Да, были небольшие проблемы с началником тюрьму. Скрихали документи два месца. Что? Скрили документи. А, спрятали документи и в течение двух месецов не давали. И не могли мы войти в тюрьму, чтобы там проводить собрание. И последний раз совсем спокойно пошел опять к этому человеку и говорю ему... А, потрябва, ще се обърна к главному началнику. А, ако не е, ще се обърна в София, в министерство. Обаче така спокойно ему говори. Спокойненько говорю ему так. И той човек нещо, като ужален стана, хук да. И он вдруг как будто бы ужален и стал. И след малко документи отдоха. И быстренько документы пришли. И срамбай да кажа, този човек е армянин, с единственния. Стыдно мне сказать, но этот человек тоже армянин. Но предположих, че той е православен и не му обича. Но, говорит, может быть он православный и меня не любит. Трябва се молим за всички тях. Трябва се молиться за всех. И любить всех, да? Да. Сериозното, което искам да ви кажу, че... А серьезно я теперь хочу сказать, что... Аз пуснах някои неща и пастора ги приведи в общия сайт. Да, он написал немножечко некоторые вещи там в общий чат церкви и пастор перевел. Значит, това, което се случва в Украине... То, что сейчас происходит в Украине... Трябва да сме подготовлены за това, което пише Библиотека. И мы должны быть подготовлены для этого. И там не пишем мир. И там не написано про мир. Там пише мир и безопасность, но само Антихрист го подписва... Там написано мир и безопасность. За да излезе и да провозгласи имято си. Да. До того времени, когда Антихрист выйдет. И трябва да ви кажу, че наближава световна война. И приближается световна война. И ние мислим, че се случва за Армения това. И мы думаем, что это про Армения. И той казва, санувах война. Мне снилась война. И определенно това ни беше тази война, която в момента върви. Это не та война, которая сейчас... Видях бомби, жилища, светиха. Това беше вечерта. И както и да и може да го прочетите, да не го обясням, но идеята е... Други пастори се обадиха от Украина, баптистски пастори, нали? И баптистски пастор из Украины сообщил ему. И тогава пастор Татеос посмя да го каже това на много хора, защото той си мисли, че е от него това бе. Да, он не смел сказать многим людям, но так близким поделился. Когато всичко това се събра... И Эди говорит, что когда все это я събрал... Тогава разбрахме, че наистина Бог говори. Тогда понял, что действительно Бог говорит. И я скъм да ва насърча. Я хочу вас вдохновить. Нише страшно в това. Аз разбирам, тук има украинцы и знаят, какво е война. Аз не съм виждал живоя война. Здесь есть украинцы, которые знают, что такое война. Я не видел живоя война. Аз не същегувам. Аз искам да ви кажа, че Господь идва. Господь идва. И искам да помоля да се приготвите за това нещо. Второе пришествие Иисуса близко и прошу вас, приготовьтесь к этому. Защото ако не сме готови, има една прича за десете причи. Извинявам се за десете девици, да. Половината останаха, половината си тръгнаха. И това е церквата. Да. И половина... Половината церква остава, половината си тръгва. Аз мисля, че това е оптимистичния вариант. Може би повече от половината ще остане. Церквата не е готова, хора. Да. И он говорит, я верю в более оптимистичный вариант, что больше половины церкви останется, но церква в принципе не готова. Идея моя в том, что подготовката е да контактуваме повече нагоре. Молите се. Напълняйте се с Святия Дух. Не трябва да имаме проблеми, които да на отдръпват от него. И не нужно отвлекатся на проблеми, которые отводят нас от Господа. Тази кола беше пример. Аз спитах Господи, что го допускаешь? Аз работя с тая кола. Это просто пример. Я обратился Господа, горе Господи, не нужна машина, я работаю. И проповедник на толкова години да извиннъж да позволиш мисълта ти да се отклони и да почнеш да мислиш защо. Въпросът е защо е забранен за християните. Извинявай. Много танцувахте с твите. Просто я удивил се, что пришло такое время, кога снова начал задавать себе въпрос, защо мне это? И защо въпросът е на по-млади християни? И въпрос, почему это происходит со мной, это въпрос более молодых християн. И ще ви объясня защо. Защото Бог винаги има отговор за то и защо. Я объясню почему, потому что у Бога всегда есть ответ на этот въпрос. Само, че в Библията има стих, в който се казва, скритото е за Бога, откритото е за человечество. То есть, това, което трябва, само не показва Бога. То есть, Бог нам показва и только то, що нужно. Ако ни покаже всичко, ни няма нищо, оплашим много. Если Он нам покажет всю картина, то мы изпогаем се. Само един път в живот си видях демони, са подскочих. И только один раз в жизни я увидел демона и я очень сильно изпогал. Ако ми покажат всичките демони, сигурно ще имам пошмарих. И если Он не покажет всичко, то я въобще умру от страха. Бог знае, какво да прави с нами. Бог знае, что делай с нами. Той ще напази. И Он будет нас хранить. Той ще на благословие. Он будет нас благословлять. Будет давать нам еду. И каквото и да се случи, не бойтесь, аз съм с вас до свърчика на века. Не бойтесь, я с вами до конца этих дней. Но сърчавам ви. Я вас вдохновляю. Подготовляйте се. Иисус идва. Иисус идва.